всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня я готовлю на несколько дней и начиная с того что хочу замариновать мясо для рубленных котлеток наверное так правильно они называются нарезаю по мелкими кусочками конечно делюсь со своими хвостатиками хотя я вообще не рекомендуется им давать мясо свинины но иногда маленький кусочек стараюсь такой без жира все таки им дать но совсем маленький кусочек я бы сказала там малюсенький просто ну уж очень они у меня просят вообще когда я на кухне конечно же я всегда в окружении своих хвостатиков они всегда у меня что-то просят ну я все-таки даю иногда слабинку сама себе и что-нибудь им додаю в общем буду мариновать мясо а сейчас у меня еще на плите варится фасоль я ее замачивала на ночь буду сегодня делать ну тушеную фасоль с овощами можно так ее назвать и предварительно я все равно практически до готовности и отваривать то есть замачиваю на ночь иногда не замачиваю на ночь в общем по-разному у меня получается но сейчас замочила и потом варю практически до готовности уже выключила и так будем делать маринад для мяса я буду использовать наверх свои любимые специи конечно же куда без них добавляю сюда соль также немного одно яйцо и мариную я или со сметаной или с майонезом вот что есть у меня в отличие был у меня сметанный майонез это у меня укроп который я заготавливала летом свой с огорода вот у меня тут его немножечко уже осталось экономлю так сказать я очень люблю когда в данных рубленных котлетках есть зелень выглядит симпатичней еще добавила немножко куркумы и сушеной паприки все специи я заказываю на iherb мне очень нравится добавляю одну столовую ложку муки сюда и оставлю мариноваться потом перед жаркой я еще немножко муки добавляю потому что но обычно такое жадковато еще чтобы лучше держалась чем оставляю при комнатной температуре также у меня остались еще вот эти макароны гнезда буду делать запеканку да можно брать не только вот эти гнезда можно брать и обычные макарошки но такие надо чтобы они быстрого приготовления скажем так были вот добавляю сюда сосиски и это у меня вариант я повторюсь такой детский конечно очень вкусно будет став фарш с грибами какой-нибудь или курицу с грибами добавить будет так более ароматно но дети у меня не будут такое есть и это блюдо у меня для детей скажем так но это не значит что кто-то из взрослых не может поесть это блюдо конечно же может сливки я разбавляю водой конечно можно просто залить все сливками но моим такой не нравится детям получается вот слишком много наверное сливок то есть они как бы подсворачиваются что-либо при приготовлении не за может у меня сливки были плохие когда я это делала сливки добавляю немножко соли сухого укропа в общем различных немножечко специй все хорошенько размешиваю выливаю вот таким образом сюда и ставлю отправляю в духовку при температуре 180 градусов но примерно минут 40 и за 10 минут до готовности я добавлю сюда сыр сразу не добавляю потому что но он может подгореть вот проверяю я готовность блюда по готовности макарон соответственно да когда они все уже полностью разбухнут станут мягенькими вот я уже сверху буду добавлять сыр сыр я натерла весь он мне еще понадобится ну а сейчас подготавливаю овощи для фасоли у меня лук пырей но можно использовать обычный лук когда у меня его нет я с удовольствием использую обычный лук и также будем добавлять морковку все это буду предварительно овощи обжаривать и потом уже добавлять фасоль и томатную пасту можно еще помидорки но у меня их не оказалось дома мне кстати замороженная замороженная морковка это тоже своя с огорода вот здесь я уже выкладываю вот эти рубленные котлетки тут у меня чуть осталось я решила не жарить еще раз отдельно а уже доложить делать их потолще вот я замораживаю кстати вот таким образом морковку такой колбаской очень удобно достал отрезал сколько нужно и обжарил вот добавляю водичку можно добавить бульон если он у вас есть и фасоль у меня вот такая красная марки мистраль она кстати очень вкусная достаточно быстро готовится добавляю еще водички все хорошенечко перемешиваю и томатную пасту я добавляю уже ну скажем так концу приготовления еще решила добавить водички до было вкусно если еще добавить сюда например тоже куриный бульон есть он у нас есть то очень вкусно соль конечно же сюда но я добавляю много специй в это блюдо так любит у меня муж куркуму конечно же куда и без куркумы ей везде наверно добавляю очень мне нравится эта специя также сушеная паприка сюда добавляю но на больший цвет наверное дает и вот эти специи которые такую остроту придают они меня для мяса и курицы но я везде добавляю немножечко итальянской итальянских травок сюда и конечно же сухой укроп тоже сухой укроп у меня везде уходит тоже моя любимая специя все хорошенечко перемешиваю буду накрывать крышкой и она будет у меня тушиться дом полной готовности фасоли потому что она у меня такая не совсем еще готова и будем делать булочки на завтрак хотя мои могут съесть и не на завтрак и просто но очень любят меня просили также показать вот эти мини пиццы которые так называет их у меня младший сын поэтому ну соответственно так у нас и прилипло это название к этим булочкам но это очень хороший вариант на завтрак тем более можно начинку делать вот из того что у вас есть я добавляю немножко кетчупа можно добавить томатную пасту то есть вы видите да я немножко раскатала разрезала можно добавить сюда яйцо она пропечется будет очень вкусно тогда нужно бортики такие сделать из самого теста я кладу просто вот такую дольку колбаски можно положить помидорку сверху колбаску но я как я повторюсь мне помидоры что закончились и сверху сыр можно пекон можно просто там я не знаю кусочек мяска какого-то все что вы хотите все что вам нравится все что вы любите оливки можно добавить в общем грибочки какие-то вот и такие порционные то есть и не нужно разрезать и такие порционные булочки получается выпекая их при температуре 180 градусов где-то 15-20 минут получается вот моя готовая фасоль под конец я добавила томатную пасту еще раз попробовала на соль там если сахар нужно добавить да если томатная паста очень кисло можно помидоры сюда добавить тоже будет безумно вкусно в общем вот такая вот у нас получается фасоль муж ее очень любит я делаю и такой остренькой это у нас получается даже как как гарнир к основному какому-то мясному блюду запеканка макаронная вот так вот она выглядит сверху видите перед уже практически когда она дошла до готовности я добавила сыр сливки там вот эта водичка выкипела получается очень вкусная запеканка у меня дети и любят вот наши рубленые котлетки обжаренные получились тоже очень вкусно видите зелень она получается ну так вот очень мне нравится как выглядит петрушку люблю кстати добавлять и наши булочки уже готовы это очень вкусный завтрак они полностью пропеклись можно было обмазать яичком тогда они будут такие более румяными выглядеть вот но я что-то не обмазала как всегда забываю в общем на такой вкусной ноте я буду уже на сегодня с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои комментарии всех люблю целую и до новых встреч